Типография 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 Дорогой жизни Долго я шагал И вот уже почтенным Мужем стал Вдали-вдали Меж гор и средь ветвей Остались годы Юности моей Есть у казахов старый разговор Что, дескать, время Действует как вор И каждый месяц Или каждый год То-то-то это у тебя берет Хоть времени Желая честным быть Я не могу И не хочу хулить Я этих слов Не стану повторять Несправедливо Время упрекать Ты моего Не погости в огня Взяло стихи И песни у меня Но их отнюдь Не бросила во мгле А подарила Людям и земле Пусть у меня Пробилась Седина Зато листва Деревьев Зелена Есть цветение Юности моей В цветении Предгорье степей Течение лет Что прожил человек Повторено течением Новых рек Волнение Мысли Яростной моей Есть в волнах наших Созданных морей Земля моя Деревья и цветы Я постарел Помолодела ты Но молодость Ушедшую свою Республика В тебе я узнаю Работа дала мне Возможность Познакомиться С казахской Литературой С молодежью С известными Мастерами Я переводил Там стихи Джамбула Стихи Арманова Молдугалиева Бехожина И других Конечно же Качество переводов Стало выше Достовернее От того, что я не только Смог переводить Слово за словом А с каждым из авторов Поговорил Побеседовал Посмотрел Местность Описанную им Вернувшись в Москву Я вскоре стал работать Заведующим Отделом поэзии Журнала Дружба народов Я проработал там 15 лет За это время вышло 180 Книжек Журнала Нет никакой Возможности Назвать сейчас Хотя бы половину Всех писателей Братских Республик И областей Чьи поэмы Подборки Стихотворений Отдельное Стихотворение Напечатанное За это время В журнале Я Редактировал И переводил Много современных поэтов Из многих наших Республик Всегда испытывая Удовольствие От ощущения Тщательности И своеобразия Их В решении наших Общих государственных Вопросов В поэзии Братских народов Меня всегда Привлекало И интересовало Своеобразие Воплощение Наших Общих Мыслей Неинтересно Когда поэт Просто повторяет Те или иные Общественные Мысли Интересно Когда он Подкрепляет Эти наши Общие Идеи Своеобразным Материалом Хочу прочитать Вам Стихотворение Молдавского Поэта Петра За Днепром Русская зима Добрый снег Без всякой Злости Все идет В конце Недели Словно бы Постель для гостя В тишине Хозяйка стелет Непривычно Мне и просто Как давно Уж не бывало Словно снег Шуршит Как простынь От несильного Крахмала Еле все Стоят Прилежно На поляне Возле края Детский снег Для бабы Снежной Осторожно Собирая Сев На санки И салазки Сунув Руки В рукавицы Зимний снег Как в русской Сказки Мягким светом Серебрится Далеко Потом Поближе Поездной Гудок Недлинный Как во сне Отсюда Вижу Молдаванские Долины Те равнины И высоты Вижу я В оконной Раме Их укрыл Любовно Кто-то Разноцветными Коврами Там сейчас Другие сроки Дышит степь Медвяным паром На холмах Ее Далеких Бродят Сытые Отары Здесь же Словно Для ночлега У хозяев Домовитых Снегом Чистым Белым Снегом Все Старательно Укрыто За время Работы В журнале Я Несколько Раз Ездил В Таджикистан Там Я переводил На русские Поэмы И стихотворения Для журнала И писал Свои стихи Одно стихотворение Молодого Послевоенного Поэта Мумина Канаатова Мне понравилось Я перевел его На русский Оно представляет Собственно Главу Из поэмы Днепровские волны Посвященной Памяти Умершего Брата Поэта Погибшего на войне Брата Поэта Абдулло Ты старше Был у нас В семье Ее защитой И главой И как Чинара Осенял Наш сельский Домик Небольшой А я Мальчишка Давних дней В мирке Мальчишеском Своем Гордился Силой У твоей Считал Тебя Братырем Мы так Похожи Брат родной Лицом Повадку Душой С тех пор Как ты Ушел от нас В своей Шинели Фронтовой Я ни на день И ни на час Не забываю Облик твой Я сам Теперь Мужчиной Стал Своим Товарищем Подстать Пора Мне Брата моего На Украине Отыскать Мы так Похожи Брат большой Лицом Повадка Душой Я в этом Поиске Святом Всю Украину Исходил Стучал У тысячи Дверей Стоял У тысячи Могил На темных Плитах Имена Я торопливо Разбирал Но и неясного Следа В степной Траве Не отыскал Мы так Похожи Брат старшой Лицом Повадко Душой Мне в этот Раз Важнее Всего Что из Могильной Темноты На голос Сердца Моего Негромко Отозвался Ты Мне надо Знать Кто Был С тобой Когда В атаке Ты упал Кто Рану Страшную Твою Своим Бинтом Перевязал Мы так Похожи Брат Большой Лицом Повадко Душой Стучал Я В тысячи Дверей Идя По Братской Стороне И Всюду Тысячи Людей С Участием Отвечали Мне Я Повсюду Ощущал Тепло Сердечной Доброты Я В лицах Братских Узнавал Твои Живущие Черты Мы Так Похожи Брат Старшой Лицом Повадко Душой Пускай Меня Зато Простят Ведь В этом Вовсе Нет Вины Что Не Тебя Нашел Я Брат А Братство Общей Страны Я Дружбу Верную Узнал Не Понаслышке А Сполна И В сердце Хлынуло Мое Огромной Нежности Волна Мы Так Похожи Брат Родной Лицом Повадкою Душой Я не только переводил Стихотворения Поэтов Братских Республик Я сам писал Стихи О Братских Республиках Одно из таких Стихотворений Я и прочту В заключении Которое Называется Ветка Хлопка Скажу Открыто А не в скобках Что я От солнца На мороз Не что-нибудь А ветку Хлопка Из путешествия Привез Она Пришлась Мне Очень Кстати Я в самом деле Счастлив Был Когда Узбекский Председатель Ее мне В поле Подарил Все По-иному Осветилось Стал Как-то Праздничнее Дом Лишь От того Что появилась Та ветка Хлопка Над столом Мягким Светом Дыханием Мира И труда Мне остается Поблагодарить Радио За то Что мне дали Возможность Чтобы вы Познакомились С некоторыми Образцами Такими Не очень Популярными Я нарочно Старался Выбирать Менее Известные Стихи Которые Я переводил За всю Свою жизнь Из поэтов Разных Наших Республик Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова